Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Водители, автослесари и диспетчеры глава Сочи поздравил с профессиональным праздником работников транспортной отрасли. За недолив топлива для заправок введут огромные штрафы. Минпромторг готовит новую редакцию кодекса и новые гаджеты для замеров. В Сочи стартовал осенний фестиваль ГТО. Принять участие в нем может любой желающий. Главное условие – возраст от 18 лет. Полторы минуты на гибкость, артистизм и чувство локтя. В Сочи прошло первенство края по спортивной аэробике. В Сочи продолжается саммит и экономический форум «Россия-Африка». На площадках форума решаются глобальные вопросы, но параллельно с деловой в Сочи разработали и обширную культурную программу. Так, накануне жены лидеров десяти африканских стран побывали в парке Дендрарий и на Вильнадежда, а также в музее истории Сочи. Следующая экскурсия в Зимний театр. Здесь делегация ознакомилась с историческими интерьерами и была приятно удивлена выставкой «Африка», которая развернулась в эти дни в фойе Зимнего театра. Здесь свои работы представили молодые художники континента. Сегодня супруги глав африканских государств продолжают свое знакомство с Сочи. Они посетили горнолыжные курорты Красной Поляны. К слову, в дни саммита делегации разных стран участвуют в индивидуальных экскурсиях по своему желанию. Организовывать их помогает городской оперативный штаб, который возглавляет глава Сочи. Чтобы сочинцы быстро доехали на работу, а гости курорту с удовольствием осмотрели город, трудятся тысячи человек. В последнее воскресенье октября у них профессиональный праздник. 27 числа – День работников городского и автомобильного транспорта. Сегодня особо отличившихся работников отрасли лично поздравил глава Сочи. В этом году по нацпроекту отремонтировали 64 улицы. В городе обновили почти 85 километров дорог. По ним ежедневно курсируют автобусы. Водителей на некоторых маршрутах пассажиры знают в лицо. Но для того, чтобы машина вышла на линию, необходима слаженная работа многих людей. Это и диспетчеры, и автослесари, и специалисты по закупкам, и даже медсестры. Мы предостерегаем от всяких заболеваний, что-то советуем, что-то предлагаем. Потому что многих бывает отстраняем от работы, потому что когда у человека высокое давление, ему за руль садиться нельзя, потому что он возит пассажиров. Сегодня в мэрию пригласили, что называется, отличников производства, самых ответственных и болеющих за свое дело душой. Глава Сочи пожелал работникам транспортной отрасли крепкого здоровья и всегда вовремя довозить своих пассажиров из точки А в точку Б. Для этого закуплены новые автобусы, работают приложения для смартфонов с графиком движения, есть терминалы для безналичной оплаты. Выпущена специальная транспортная карта «Пальма». С ее помощью пассажиры могут сэкономить на поездке, а водителю не надо отвлекаться на поиски сдачи. Также Алексей Копайгородский отметил, что цифровизация отрасли продолжится. Во всех автобусах уже появились видеокамеры. Запись в салоне будет дисциплинировать не только водителей, но и пассажиров. Занедолив топливо для заправок, введут огромные штрафы. Минпромторг готовит для мошенников суровое наказание и разрабатывает новую редакцию кодекса об административных нарушениях. В ней предусмотрено наказание для тех, кто устраивает махинации с топливом. Штраф планируется привязать к размеру выручки заправки, но не менее 500 тысяч рублей. А за каждый рецидив будут наказывать взысканием в 2 миллиона рублей. Ожидается, что новые штрафы для АЗС могут ввести уже с 1 января 2021 года, сообщают известия. Соответствующие предложения будут направлены в Минюст России в ближайшее время. Ранее стало известно, что Росстандарт может получить право проводить контрольные закупки на АЗС для выявления фактов недолива. Законопроект готовится к внесению в правительство. Проверять предлагается не конкретную колонку, а ее работу в связке с оператором заказы. Кроме того, тайные покупатели топлива получат специальные приборы. Сейчас ведется разработка этого гаджета. Предприятие, которое умело пользуется инвестициями, новый спорткомплекс и обсуждение социальных проблем на встрече с жителями. Глава Кубани посетил Армавир. В Доме культуры обсуждали строительство нового онкоцентра, создание технопарка и финансирование дорог. А перед этим Вениамин Кондратьев посетил два завода, на которых нашли отечественный ответ заграничному тефлону. И развели одно из самых технологичных производств кухонь в стране. Еще четыре года назад здесь вовсю шла переработка черных и цветных металлов. Сейчас на заводе делают сковородки и кастрюли. Повышенное внимание испытанием на прочность. Посуда из особого сплава должна выдерживать огонь, воду и стальные ложки. Такой резкий разворот от плавления чермета к выпуску кухонной утвари произошел благодаря импортозамещению, когда вырос спрос на отечественное, рассказывает Вениамину Кондратьеву. Промышленное предприятие стало первой остановкой в рабочей поездке губернатора в Армавир. У меня позиция однозначная. То есть помогать финансово, посредством фондов, которые мы создаем различных, тому бизнесу, который умеет добиваться результата. Вот и все. Еще раз подчеркиваю, сегодня краевый бюджет – это деньги всех налогоплательщиков края. Поэтому брать ими разбрасываться не имеем права. Нужно давать или вкладывать в тех, в тот бизнес, который способен давать результат. И возвращать вложенное рабочими местами налогами. У нас очень хорошо помогло, так сказать, кредитование Департамента промышленности, те программы губернаторские, которые сейчас существуют. Я бы хотел попросить обратить внимание на увеличение этих объемов программ, так сказать. Оно это дает в геометрической прогрессии, так сказать, рост. Если, конечно, это дается в те места, в нужные... Этим сегодня и занимаемся. Мы максимально наполняем микрофинансирование, фонд промышленности, иные фонды – это инструменты для вас, а для нас – механизмы. Для вас инструменты еще максимально больше стать успешными, еще больше развить свою собственную экономику, своего предприятия, посредством, естественно, увеличения мощностей и сбыта. А для нас – это возможность нарастить в целом экономику Кубани, региона, благодаря таким, как вы. С начала года с конвейера тут сошли более 500 тысяч изделий. Сковороды из Армавира продают по всей России, в том числе в Москве, на Урале и Ростовской области. Сырье для посуды получают здесь же. Старые автомобильные диски возвращают в народное хозяйство через эту печь. Полный цикл производства позволяет снизить цену, не потеряв в качестве, и быть заводу более гибким в своем модельном ряду. Почему мы говорим про малый и средний бизнес? Пока они сегодня средние. Они очень быстро, быстро отвлекаются на спрос, который есть на рынке. И быстро его творяют. У них запрос на блинницы. У них блинницы. На чугунки. У них чугунки. У них сковородки разных размеров. У них ассортимент. А это сегодня главное преимущество малого и среднего бизнеса. Максимально быстро отвлекаться на спрос рынка. И вот сегодня в этом для нас приоритет. Малый и средний бизнес. За счет льготных кредитов по региональной программе развития промышленности здесь планируют вдвое увеличить объемы производства. Дешевые займы, как глоток свежего воздуха и на другом предприятии. На мебельной фабрике начали строить новый цех и склад. Компания входит в пятерку ведущих в России по выпуску столешниц. Высокоточное оборудование позволяет выполнять сложнейшие задачи. Оборудование, которое производит весь комплекс работ. От фрезеровки до пасформирования, нанесения клеевой основы и капли отбойника. Полностью она производит всю линейку. Завод является не только изготовителем кухонь, столешницы, стеновых панелей, но и своего рода донором для других предприятий, рассказывают главе региона. Из армавирских комплектующих на сторонних производствах выпускают уже собственную мебель. Изделия фабрики можно встретить и в новостройках по всей Кубани. Было бы неплохо, если компания вышла бы на полный цикл производства, заметил губернатор. Краевые власти готовы в этом помочь. Если он является сателлитом у строительного бизнеса, то почему бы у него в крае не появился тоже сателлит, который максимально для него делает ДСП? И иные комплектующие. И если мы это все постараемся увязать в один комплекс, то мы максимально выиграем. Мы находимся на территории практически завода ДСП, которая производилась в Советском Союзе в городе Армавир. И он здесь тоже оказался не просто так с этой продукцией. Давайте почитаем. Если есть возможность, есть экономика в том, чтобы он сам для себя производил ДСП для собственных нужд, а может быть и в целом шагет на рынок, то этим нужно воспользоваться. А самое главное, еще раз подчеркну, для меня важно понимать, что его продукция, спрос, зависит от покупательской способности и на жилье, и на квартиры, ну и естественно, и как следствие на кухне. Еще одно место, куда губернатор отправился во время рабочего визита – новый спортивный центр. Он открылся меньше месяца назад. Построить зал для подготовки гимнастов Вениамина Кондратьева в прошлом году просили армавирские спортсмены. Сейчас здесь занимаются больше двухсот детей. Вениамин Кондратьев пообщался с ребятами и узнал, все ли им здесь нравится. Вы, наверное, с удовольствием здесь, я уверен, занимаетесь. Вам нравится заниматься? Да! Вы знаете, а вот вы, когда школа заканчивается, уроки, вы с радостью бежите сюда? Да! Это самое главное. Знаете, когда есть огромное желание заниматься тем, что тебе нравится, то, что ты любишь, тогда на самом деле в жизни получаются большие результаты. Неважно, станете ли вы олимпийскими чемпионами, визерами различного уровня соревнований, вы уже будете хорошими людьми. Потому что ощущение того, что вы нужны, должно быть не на словах, а на деле. А вы нам нужны, вот такие девчонки и мальчишки. И мы сдаем условия, все условия, насколько сегодня максимально стараемся, чтобы вы этими успешными встали. В Армавире губернатор уже не в первый раз. Все это время Вениамин Кондратьев обязательно встречался с местными жителями. Так и в этот раз в Доме культуры нет свободных мест. В зале почти 600 человек. Для людей это возможность напрямую задать вопросы главе региона. Наболевшая проблема – расширение существующего онкологического диспансера. Несколько лет назад для этого в краевую собственность передали здание бывшей железнодорожной больницы. Но никаких работ так и не начали. Если это развалится, то мы никогда тогда полноценную онкологию здесь не восстановим. Проблема действительно актуальна. Я думаю, Вениамин Кондратьев, без принятия решения вами лично, вряд ли мы эту проблему как-то осилим. Ну, то, что проблема есть, я услышал. И то, что ее надо решать, это безусловно, как и в Краснодаре тоже. То есть мы сегодня, слава богу, приступили к проектированию нового краевого онкологического центра, современнейшего. Теперь, что касается Армавира, вот этого здания. То есть здесь надо нам понимать. Глава говорит, его надо сносить. Кто-то говорит, да нет, зачем его сносить, его нужно отремонтировать. Протокол поручения заносить и Департаменту построительства обеспечить совместно с Министерством здравоохранения проведение экспертизы на дальнейшую возможность эксплуатации этого здания по цели онкологического диспансера. И дальше мы будем понимать, если это здание, к сожалению, уже все, время ушло, как говорится. Ну, коллеги-то надо признать, время ушло, но решение должно быть. Много вопросов из зала про создание новых производственных мощностей. Армавир, по сути, промышленный центр Кубани. И для дальнейшего развития городу нужны свободные территории. Часть земель есть в соседних районах. Но технопарки, которые могут на них появиться, обратил внимание губернатор, должны принести экономический эффект не только для Армавира, но и всей территории в целом. Создание технопарков, это было бы очень оптимально. Есть территории Новокубанского, Успенского района, которые приграничены с нами, которые могли бы идеально войти в структуру, в урбанизацию города Армавира и дать как промышленное развитие, как социальное развитие. Это, конечно, не в ущерб нашим соседям. Для них это тоже было бы удобно. Что касается территории, вы говорите, промзона, которая находится сейчас для вас выгодно, но на территории Успенского района. Давайте совместно рассмотрим вопрос с Успенским районом, чтобы была совместная промышленная, мощная, индустриальная зона и Армавира, и Успенки. Хватит и вам, и им. Главное, чтобы она была без всяких ограничений, с очень серьезной инфраструктурой, а даже вот с инфраструктурой мы вам поможем. Подобные амбициозные проекты, конечно, невозможны без развития инфраструктуры, в частности дорог. К тому же много обращений жителей Армавира касаются жилищно-коммунального хозяйства. Дорожный фонд Краснодарского края в этом году составил практически 35 миллиардов рублей. Вениамин Кондратьев посоветовал не экономить на магистралях одного из крупнейших городов региона. Дороги Армавира, то есть если мы выделяем, по большому счету, в этом году 10 миллиардов рублей на муниципальное образование, то в прошлом году, мне важно, и в этом году, сколько было выделено Армавира? В 179 в прошлом, 100 в этом. Это только на ремонт уличной дорожной сети и по краевой программе. Армавир нуждается в хороших и качественных дорогах. Поэтому давайте так, не меньше 200 миллионов поручения задейте. Друзья, не надо хлопать, это минимум. А чтобы дороги были хорошие, нужен максимум. А вот максимум будем смотреть по финансовым результатам года. По финансовым результатам года. Поэтому, но не меньше 200 миллионов ежегодно Армавиру выделяют для того, чтобы мы собрали проблему качества дорог и тротуаров, кстати, и тротуаров. Все-таки мы закрыли. Согласно стратегии развития края, на ближайшие 10 лет Армавир должен стать центром восточной экономической зоны. И для этого у города есть все ресурсы. Несмотря на свой промышленный упор, экономика весьма разнообразна, что дает серьезный запас прочности. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президентские гранты на общую сумму 87 миллионов рублей привлекли некоммерческие организации Кубани в этом году. Это лучший результат за последние 6 лет. С руководителями НКО встретился губернатор Краснодарского края. Общественники поделились проблемами, которые возникают в их работе. Вениамин Кондратьев предложил создать краевой центр поддержки некоммерческих организаций. Региональное учреждение будет оказывать методическую помощь. Сейчас в крае 5000 социально ориентированных НКО. На краевом уровне им оказывается грантовая поддержка. В этом году она составила 117 миллионов рублей. В Сочи откроют сразу два МФЦ. Один из них появится в Лазаревском, а другой в Адлерском районе. Сейчас в каждое окно МФЦ обращаются в среднем 30 раз в день. Это один из самых высоких показателей в регионе. Однако из-за прироста населения появились нарекания. В частности, из-за задержки сроков выдачи документов. Чтобы решить эту проблему, в Сочи откроют еще два МФЦ. Один из них появится в Дагомысе, другой в Амеретинской низменности. Это сократит очереди и решит вопрос транспортной доступности. Сейчас жители Дагомыса вынуждены обращаться в МФЦ в центре поселка Лазаревское. Кино против наркотиков. Сегодня сочинским студентам показали художественный фильм о мире наркоманов и наркоторговцев. А перед показом правоохранители и наркологи провели с ребятами профилактическую беседу с призывом сказать «своё нет наркотикам». Ежегодно от наркотиков гибнет 120 тысяч россиян. Сочинским студентам сегодня озвучили сразу несколько важных цифр. Ребята узнали, что административная ответственность за хранение и употребление наркотиков наступает уже с 16 лет. Это может быть штраф либо арест на 15 суток. А вот уголовная ответственность предусматривает лишение свободы до 10 лет. Самая суровая мера – за сбыт в особо крупных размерах – от 15 до 20 лет тюрьмы. О другой ответственности за своё здоровье собравшимся рассказал нарколог. Медики уверены – одно из лекарств против этой опасной болезни – правда о ней. Понроски многие вещи узнают впервые. Рассказываем, с чем мы сталкиваемся и предупреждаем, чтобы понроски этого не делали. Понроски делают выводы для себя и в большинстве случаев нашей помощью, естественно, в дальнейшем уже в ней не нуждаются. Кино, которое приготовили для просмотра, оказалось криминальной драмой под названием «Забава». Кинолента рекомендована для показа в муниципальных кинотеатрах края. Фильм закуплен в краевой фильма «Фонд» в рамках региональной целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками» и их незаконному обороту на территории Краснодарского края. По сценарию герои фильма «Забава» живут без забот в погоне за развлечениями. Заканчивается же картина совсем не забавно. Очень эмоциональный, воздействует на внутреннее состояние души человека однозначно. И самое главное, что он четко дает понять, что то, что происходит, это трагедия. Трагедия многих человеческих судеб. Мы даем ребятам понять при помощи кинематографии, что нельзя соприкасаться, даже соприкасаться в любых экстремальных ситуациях в жизни. Выход есть всегда, и мы всегда их призываем. Ребята, у вас есть увлечение, у вас есть прекрасные родители, к которым вы можете обратиться всегда за помощью. Смысл художественного фильма ребята уловили. Ну и, как обещали специалисты, молодежь сделала выводы. А в чем интерес употребления наркотиков? Ты ходишь, как, извините, зомби, действительно. Твоя жизнь крутится вокруг того, чтобы раздобыть себе дозу. А если ты не наркоман, ты можешь идти и жить спокойно, идти спортом заниматься. Или в кино тоже сходить, с друзьями. Есть время на жизнь. Ну и здоровье, конечно. А если наркоман, то и здоровье потеряешь быстро. В общем говоря, если кто-то это увидит, ребят, не надо, вот не надо, вам это не нужно. Также в рамках мероприятия «Стоп-угроза» ребятам напомнили, что не нужно проходить и мимо надписей, содержащих ссылки на интернет-ресурсы, где предлагают приобрести наркотики. Такое объявление достаточно сфотографировать и сообщить о его местонахождении в антинаркотическую комиссию по телефону 264 14 70. Сюда же можно сообщать о местах закладок. Конфиденциально. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочинцы стали лучшими в «Казачьей вольнице». Сегодня прошли одноименные краевые соревнования по спортивной аэробике. В них приняли участие воспитанники спортивных школ Новороссийской и 10-й спортшколы Сочи. Спортивная аэробика – довольно сложный вид спорта, который официально зарегистрирован во Всероссийском реестре. Это один из пяти видов гимнастики. Здесь есть элементы художественной и спортивной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте и танцев. Задача спортсменов – показать комплекс упражнений за полторы минуты, не выходя за пределы площадки. Она бывает двух размеров – 7 на 7 или 10 на 10 метров. Большое внимание при оценке выступлений уделяется хореография. В программах смешанных пар, троек и групп еще и взаимодействуют между партнерами. Также оценивается сложность элементов, артистизм спортсмена и его выносливость и гибкость. Соревнования проводятся по нескольким номинациям – индивидуальные, смешанные пары, трио и группы. В каждых участвовали спортсмены из Новороссийской и Десятой спортшколы Сочи. Всего более 80 участников. С каждыми соревнованиями количество участников от города Сочи растет. Волнение, конечно же, присутствует. Но боевой дух воспитанников нашей школы на высоте. Многие из них победители и призеры краевых и окружных соревнований. В этом году мы надеемся одержать победы не только в отдельных номинациях, но и в командном зачете. Анетта Григорьева занимается спортивной аэробикой. Кубикай шестой год уже не раз принимала участие в краевых соревнованиях и турнирах Южного федерального округа. На этот раз заняла первое место в индивидуальной программе в своей возрастной категории 12-14 лет и в номинации «Трио». Теперь спортсменка будет готовиться к очередному первенству Краснодарского края. Турнир пройдет в декабре в Новороссийске. Тренера мои Анна Ида Владимировна и Анастасия Борисовна. Благодаря ним я научилась новым элементам, стала победительницей. Побеждать всегда здорово. Надеюсь и в этом году одержать победу. Наряду с Анеттой золотые медали получили и другие сочинские спортсмены на высшую ступень пьедестала. Они поднимались в номинациях смешанные пары, группы и индивидуальные выступления во всех возрастных категориях. Хорошие результаты показали воспитанники Новороссийских школ спортивной аэробики. Но главную награду Кубок краевого турнира по количеству медалей заслуженно завоевала 10-я спортшкола Сочи. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. Сочинские баскетболисты вернулись с первенства Краснодарского края. Воспитанники детско-юношеской спортшколы номер 2 соревновались с сильнейшими командами региона, прошедшими отбор на краевой турнир. В первенстве Краснодарского края принимали участие спортсмены 2005 года рождения. Это самые взрослые воспитанники отделения баскетбола спортшколы номер 2. Ребята ездили в Славянск-на-Кубани, там проходил финал первенства региона по баскетболу. На соревнования попали 6 сильнейших команд. Отбор сочинцы прошли еще весной. В первый день мы выиграли команду Димашевска, в принципе, без труда. Потом нас ждали две сильные команды, Новороссийская и Белореченская, тоже претенденты на первые места. К большому сожалению, наши ребята упустили победу на последних секундах, проиграв 1 и 2 очка, соответственно, этим командам. Ребята очень расстроились, очень много сил отдали. Но я горжусь, что они бились до последних секунд. Дальше мы выиграли также команду Краснодара. И в последний день у нас была решающая игра за третье место Перинца-Края с командой Тимрюка. Игра была равна очко в очко, то есть вплоть до последних секунд. И также ребятам немножко не удалось на последних секундах игру проиграли. В итоге сочинская команда заняла четвертое место. Мы готовились очень упорно, тренировались, очень много старались. У всех было желание, в принципе, выиграть, но опыта, возможно, не хватило, чего-то не хватило. Уступили Белореченску одну очко, боролись как могли. В общем, морально я могу сказать, что мы их выиграли. В общем, желание было огромное выиграть, в принципе, на этих соревнованиях. Соревнования были довольно-таки серьезные, так как это был финал Края, вышли лучшие команды. Мы недовольны результатом, в том числе и я, потому что мы заняли четвертое место. Два раза проиграли очень обидно. С разрывом в два очка и в одном. А так, в принципе, я доволен нашей игрой. Физически команды были очень сильно развиты, некоторые были даже лучше нас. Но, в принципе, по технике мы никому не уступали. Это круто участвовать, так как до этого был отбор. То есть на эти соревнования был еще отбор от всего Краснодарского края. И мы его прошли, заняв на отборе второе место. Потому что не хватило физической силы. Может быть, что-то не получилось, какие-то погрешности были. Но это исправляется. Соответственно, в следующий раз мы покажем более лучший результат. Мы еще покажем, кто король в крае. Уже сегодня на краевой турнир отправились более юные сочинские баскетболисты. Ребята обещали отыграться за своих старших товарищей. В Сочи стартовал осенний фестиваль ГТО. Принять участие в нем может любой желающий. Главное условие – возраст от 18 лет. Сочинцам предлагается сдать нормативы в нескольких дисциплинах. Это, например, бег на разные дистанции, отжимания, стрельба из электронного оружия, прыжки с места. Ближайшие испытания пройдут на стадионах «Юность» 25 октября и «Югспорт» 26 ноября с 13 до 15 часов. Для каждой возрастной категории предусмотрены свои нормативы. Сдавшие их получат бронзовый, серебряный или золотой значок «Готов к труду и обороне». В день соревнований участникам при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку и индивидуальный номер, который присваивается при регистрации на сайте ГТО. Форма одежды – спортивная. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok